Падение рубля затрагивает самые разные сферы жизни. Это и стоимость продуктов, одежды, авто и цены на услуги. Да и много чего, даже развлечения и увлечения становятся дороже. В эти дни в Омске состоялся летний фестиваль ирландского танца. Свои хореографические возможности продемонстрировали около 200 участников от Тюмени до Иркутска. Зрители увидели сольные и командные выступления самых разных уровней сложности. Чем же поразились сибиряки представители жюри из разных стран зарубежья? Какие споры возникали между танцорами? И почему все же заниматься ирландскими танцами в России становится дороже? Узнавала Ксения Товичкина. Соревнования начались ранним утром в 9 часов. Сейчас уже 4 часа дня. А танцоры все продолжают один за одним выходить на сцену, чтобы продемонстрировать перед судьями свое мастерство. Я, конечно, не профессионал, но мне кажется, что эти ребята все достойны первого места. Ведь их танцы поистине завораживают. Хочется вместе с ними под ритм ирландской музыки постучать задорно каблучками. Уследить за каждым танцором и оценить технику исполнения – самое сложное, уверена судья из Белоруссии Евгения Пучинская. Скрещенность и выворотность ног, высота полупальцев и прыжков, точность попадания в музыкальные такты – все эти критерии известны девушке не понаслышке. Еще два года назад она сама выступала на соревнованиях и показывала наилучшие результаты на международных уровнях. Сегодня туфли оставлены на полке. Евгения – в роли судьи. Я была в Германии, в Ирландии, в Англии. То есть мне есть с чем сравнить. Могу сказать, что средний уровень очень высокий. Ребята многого добились здесь. Среднестатистически здесь очень многие высоко прыгают. Да, в принципе, для ирландского танцора это обязательно важно – высокий прыжок. Но здесь очень много людей прыгают очень высоко, очень хорошо. И мне это очень нравится. Тем не менее, сибирикам еще далеко до уровня танцоров из Англии или Ирландии, где этот танец – уже неотъемлемая часть национальной культуры. Под ритмы ирландской музыки там отплясывают уже несколько десятков лет подряд, в то время как в Россию танец пришел только около 10 лет назад. Те, кто начал заниматься, признаются, что это любовь с первого прыжка. В фильме увидел так мало, как это был маленький. И так хотелось самому начать спать. Ирландские танцы. Ну, и вот я начал заниматься. Мне очень нравится ирландская музыка. И я смотрела шоу «Риверданс». Мне очень нравилось. И когда я узнала, что есть такой кружок, то я сразу пошла. Но я помню, что у меня не очень получилось. Там все, кто там были, они ходили раньше, чем я. Ну, и больше занимались. Но мне все равно понравилось. В свои 14 лет Виолетта уже чемпионка Сибири по ирландскому танцу. А это говорит о том, что возраст здесь не важен. Главное – желание и упорство. Наталья Науменкова, например, начала свой путь в ирландской хореографии, когда ей уже было 19 лет. Начинать мне было не очень сложно, хотя странно. Потому что я никогда до этого ничем спортивным не занималась. То есть это, по сути, первое. Ну, как бы физкультура занималась в школе. И все. А вот на самом деле я сразу почувствовала ритм, сразу почувствовала эти танцы, влюбилась в них. И поняла, что все – это любовь на всю жизнь. Ирландский танец открыл перед Натальей не только возможности профессионального роста. Девушка устроила свою личную жизнь. На одном из занятий она встретила своего мужа. Что такое ирландский танец – хореография для души или спортивное соревнование – главная тема для обсуждений в семье. Кстати, единственного правильного ответа на этот вопрос нет. Мнения расходятся. Очень много дискуссий по этому поводу существует. И много копий уже сломано. Я думаю, что ирландские танцы находятся на стыке спорта и искусства. И отнести их к спорту либо к искусству. И в этом виде очень сложно. Ясно одно – любовь и мечей с годами к ирландскому танцу усиливается, несмотря на экономические сложности. Обувь для занятий подорожала в несколько раз. Ведь приобрести ее можно только за границей. На данный момент мягкая обувь обойдется в тысячи четыре, а жесткая – около десяти, может быть, даже больше. В зависимости от цены марки. Ну и, конечно же, танцору не обойтись без костюма. Для каждого номера он свой. Чем выше ты поднимаешься по лестнице танцевальной, тем дороже выходит костюм, прическа. Но все равно это большое удовольствие чего-то добиваться. И за это удовольствие люди готовы платить. Приходится экономить на чем-то другом, признаются танцоры. Но эти эмоции от выступлений и аплодисменты зрителей стоят того. Ксения Туечкина, Артем Колесников, Антенна-7.